Я хочу представить одного из самых известных наших травматологов, и не только у нас в стране, но и за границей, потому что Анатолий Федорович Лазарев приглашает и оперировать и в другие страны. Анатолий Федорович, сегодня очень интересный день. Что сегодня происходит в Академии Госслужбы при Президенте России? Первое, что следует сказать, что это юбилейная конференция, посвященная кафедре 2-го меда, или как это называется теперь, РГМУ, университета. 75 лет со дня основания кафедры. Это первое событие. Второе событие, что благодаря руководителю кафедры наши встречи, которые достаточно редки по сравнению с чистотой встреч, которые были в Советском Союзе среди травматологов-ортопедов, они все-таки осуществляются. Благодаря кафедре собирается форум ведущих специалистов Российской Федерации ближайшего и дальнего зарубежья. Посвящена очень актуальным проблемам в современной травматологии атеропедии. Выделена большая сессия наиболее тяжелым и сложным повреждениям для лечения – это переломы таза. Актуальные проблемы – эндопротезирование. Я хочу сказать, как раз переломы таза – это ваша тема. То есть я хочу сказать, что волей судьбы так получилось, что мы столкнулись в работе. И так сказать, так как Анатолий Федорович собирает таз, не каждый травматолог в мире, по-моему, делает. Поэтому для вас это интересно. Мы всегда привыкли так, что когда нас ругают, мы к этому относимся с пониманием. Когда говорят о тех результатах, причем я хочу сказать, я показывал многим специалистам, и даже специалистам из других стран, они смотрели и говорят, ну это ювелирнейшая работа. Помните эту девушку-то? Когда вы собрали, это было вообще что-то нереальное. Поэтому для вас, наверное, интересно очень. Да, конечно, интересно обмен мнением и науке. И потом приятно посмотреть, что подрастает, уже, наверное, не молодая после, а подрастают высококвалифицированные специалисты, хирурги, с которыми приятно разговаривать на обоюдопонимаемом языке. Какие доклады вы могли бы отметить такие, одни из самых интересных, которые есть? Ну, скажем, по переломам таза все доклады были очень качественно выполнены и в плане презентабельности, и в плане подбора материала. Единственный недостаток, конечно, это мало времени, но это дефицит времени у всех бывает. Все докладчики выступили с оригинальными идеями, на высокой доказательной базе, доказали свою правоту и же неспособность тех методов, которые они применяют. Это радует, поскольку мы посмотрим по географии России, то возможность оперативного лечения расширяется. Это не только центральные города или там межрайонные центры. География достаточно широка, и она касается не только научно-следовательских сухов, но и областных клиник, областных больниц. Ну, мне бы еще хотелось добавить, что не только ТАСС, естественно, для меня это интересно. Здесь представлены были все, все сегменты и все проблемы лечения, ну, скажем, допустим, повреждения стопы, повреждения кисти, повреждения бирующего аппарата кисти, не только костные травмы. Для человека это имеет большое значение. И они представлены высококвалифицированными докладами, с хорошими результатами. И есть чему поучиться, с удовольствием можно посмотреть. Вообще-то вас слышат, что приятно, чем поучиться, говорят, когда человек говорит о том, что он будет учиться, значит, он молодой и растет. То есть я так понял, что вы, так сказать, еще продолжаете повышать свое мастерство. Ну, надеюсь, надеюсь, что это мастерство. Вот, ну, конечно, всегда интересно сравнить подходы, вот, результаты. Здесь и за границей. Да, есть и американцы, и европейцы есть. Ну, не говоря о ближнем зарубежье, в бывших странах СНГ, это и Средняя Азия. Анатолий Федорович, вот меня интересует такой вопрос. Вы все-таки человек, который, так сказать, владеет ситуацией и здесь, и за границей во многих странах. Вот интересно было бы услышать ваше мнение о том, на каком уровне находится травматология в России сейчас. Ну, я бы разделил на два, значит, момента. Квалификация специалистов, травматологов, ортопедов и хирургов достаточно высока. В общем, она в большинстве случаев соответствует высокому мировому европейскому уровню. Но одна беда в том, что если в Европе и в Америке под специалисты создается лечебное учреждение или госпиталь, или госпиталь существует только тогда, когда там есть выдающиеся... То есть есть мастер и под мастер и делается все. Да, есть выдающиеся личности, и тогда это развивается. У нас, к сожалению, выдающиеся личности и мастера работают в приспособленных для медицинских целей учреждениях, старых школах и так далее, и так далее. То есть условия, реальные условия работы, конечно, не соответствуют их высокой квалификации. Но тем не менее, несмотря на это, и результаты достаточно хорошие, я имею в виду в сравнении с европейским уровнем. Я думаю, что даже лучше, потому что, знаете... Но говорить так нельзя, мы не можем так говорить, что мы лучше, поскольку у нас одинаковый результат, но нам труднее его достигнуть. Но, знаете, я хочу сказать, не могу согласиться. Знаете, вот один пример. Это я вспоминаю своего учителя, который говорил, ты знаешь, вот для того, чтобы работать хорошо, нужны очень льготные, хорошие условия, или более такие сложные? Я говорю, ну, всегда нужно создать условия и все остальное. Говорит, нет, это испытание. Вспомни, говорит, мушкетеров. Сапоги огромные, тут какое джабо, шляпа, перья. Ну, как шпагой владеет. А какие мужчины были до сих пор. Поэтому я хочу сказать, вот я тоже был недавно во Франции на открытии центра Дю Парк в Лионе. И я хочу сказать, что там французские врачи сказали, действительно, одни из лучших травматологов, это, говорит, русские травматологи, когда они приезжают к нам и делают операции, то, говорит, нам любо-то разно, потому что, конечно, это уже для вас, это как отдых в таких условиях работать. Ну, вот я думаю, что здесь нужно золотую середину. Значит, готовить специалистов для высокой квалификации в тех условиях, которые они существуют, а после того, как они достигают достаточно квалификации, им уже давать условия, чтобы они нормально работали. А не чтобы они расслаблялись. Да, а чтобы они нормально работали, могли помочь как можно большему количеству людей. Анатолий Федорович, вот здесь еще, как бы, я немножко хочу и нашу тему с вами продолжить. Потому что я хочу сказать, что Анатолий Федорович, это очень близкий мне травматолог, потому что на самом деле я попал в тяжелую ситуацию, когда был перелом локтя, и все, и вот благодаря ему я работаю рукой не хуже, а даже лучше, чем до травмы. Ну вот, поэтому это для меня очень приятно. Я испытал на себе результаты вашего лечения. Анатолий Федорович, вот здесь как раз та программа по реабилитации, потому что на самом деле я хочу сказать, что мне было очень неприятно, когда лежишь в больнице и видишь прекрасные результаты. Действительно, хирурги вкладывают и душу, и все. И когда это заканчивается плохим результатом, потому что не было продолжения, то даже больно то, что ты сделал, все испортилось. И не потому, что больной плохо сделал, не потому, что хирург плохо сделал, а потому что не знал, как продолжить это. И вот я хочу сказать, что сейчас вот ВИТА ТВ и хочет сделать ту программу, чтобы показать, продолжить те результаты, которые есть. Конечно, я понимаю, что, так сказать, по телевизору лечить нельзя, но хоть в домашних условиях хотя бы давать рекомендации, хотя бы это. Я думаю, что вот сейчас и с Николаем Васильевичем я разговаривал, может быть, даже начать занятие из отделения, показывать для лежачих больных, как вести. Тем более, поймите правильно, что не только действие хирурга, но и слово хирурга, оно имеет колоссальное значение. Для вас вы два слова сказали, но это имеет колоссальное значение. Почему? Вы дали рекомендацию, вы уже увидели ситуацию. И как бы каждое ваше слово, оно многого значит, но для вас важно делать операцию. И поэтому, чтобы этим опытом можно было воспользоваться, я и хочу, чтобы это не пропадало. Чтобы ваши консультации, ваши слова и ваши, так сказать, рекомендации доходили до людей, а где-то в других городах и все. А опыт ваш, он бесценен, он действительно так. Поэтому, вот как вы видите программу реабилитации, как перспективу? Ну что, начнем, значит, тогда с конца. Да. Естественно, я считаю, что вы на правильном пути, поскольку мы видим эти положительные примеры использования телевидения и этих всяких программ для бодибилдинга, для фитнеса, для поддержания нормального образа жизни и нормальной функции человеческого тела и красоты тела. Значит, это существует, это возможно, это уже опробовано. Для поддержания нормального или реабилитационного состояния пациентов, конечно, это будет большая помощь. Это будет, во-первых, не все запоминается сразу. А другое дело можно посмотреть. И самое главное будет положительное, если в этой программе будут участвовать бывшие пациенты, которые могут показать, что это всегда будет стимулом. То-то, о котором мы забываем. Мы забываем, что человек не только стоит из костей и мышц, и из головы, но у него есть и сознание, есть и душа. Есть потребность в соучастии, в сочувствии и в примере. Когда в вашей программе будут участвовать бывшие пациенты, это будет очень интересно? Мы делаем даже программу, знаете, какую? Интересные случаи выздоровления. Причем человек, я понимаю, что он не может научить, но он может показать, а если еще врач скорректирует, то это будет уже настоящее лечение. То есть не просто пациент, который что-то сделал и учит других, он не имеет права, но он может показать свой опыт. А врач уже может направить и сделать правильное продолжение того, что есть. Правильно, потому что вы же говорите о комплексном подходе и наличии нескольких разных программ для каждого, скажем, направления. И потом вы поднимаете очень серьезный вопрос, который когда-то решался в Советском Союзе более-менее удачно в России. Это, конечно, вопрос преемственности, потому что хирургия есть хирургия, значит, первичный комплекс реабилитации в стационаре, а дальше? Дальше не все пациенты могут ходить в поликлинику, и вы знаете, что в поликлиниках не так просто добиться того, чтобы больше. Конечно, тем более высокого уровня специалиста. А здесь доступность к преемственности. Ну, я бы, знаете, сравнил бы вот ваши предложения вот таким образом. Вот хирург сделал операцию, добился того, что он хотел, восстановил все повреждения и получил, скажем, ну, камень, да, алмаз, драгоценный камень с хорошей огранкой. Он имеет свою цену, он немало стоит, но без хорошей оправы он не играет. А реабилитация, это как раз та необходимая оправа для того, чтобы этот камень получил право жизни, начал жить. Так же самое для нашего пациента. Операция, и мы стараемся сделать, чтобы это было как можно менее запоминающимся моментом в жизни. И, как правило... Ну, ключевым, переломным в какой-то степени, потому что перелом в одном... Мы не говорим, а вот реабилитация, она должна быть, должна быть приемственная после подконтрольного, во-первых, хирурга вместе со специалистами. И она вот может продолжаться. Реабилитация, а то, как я знаю, как вы ее делаете, она становится не просто необходимой, она становится ей приятной. И поэтому вот эта реабилитация и переход, я знаю ваше направление, переход от реабилитации посттравматической к реабилитации социальной или возвращения к нормальному здоровому образу жизни, когда уже пациенты после того, как они закончили проблемы с травмой, они просто продолжают заниматься своим телом, физической культурой на высоком уровне. Вот они и играют, вот эти вот после этого и лучше. Кстати говоря, на ВИТО ТВ я хочу сделать не только реабилитацию, но и чтобы пациенты знали, куда обращаться, кто у нас действительно хорошие специалисты. Потому что, ну, я беру на себя эту ответственность, потому что, чтобы человек, даже попав в сложную ситуацию, мог понять и выбрать центр специалиста, куда попасть. Следующая реабилитация. Но мы делаем программу и по курортам. То есть сейчас мы поднимаем контакты с около 600 санаториев, причем и высокого уровня, и среднего, и малоизвестные, но дающие прекрасные результаты. И за границей, и у нас, и в ближнем зарубежье. Поэтому как раз вот целостный подход. Ну, а травма – это одно из моих любимых направлений, более судьбы, наверное. Ну, вот, поэтому об этом мы будем много говорить. И не отнимая, конечно, у вас время, но хотелось бы так, чтобы хотя бы по возможности минимальное участие, если бы вы приняли в этом, для нас бы было очень важно. Ну, я думаю, если будет время, и на тот большой поле. Ну, вот мы как раз будем разговаривать и с вами, и с Загородним Николаем Васильевичем, чтобы, может быть, вести занятия из ЦИТО. Причем даже ситуация такая, что мы будем показывать и ту реабилитацию, которая есть в ЦИТО, потому что там есть своя прекрасная реабилитация с приборами, с специальным оборудованием. Но в то же время мы хотим показывать и ту реабилитацию, которую можно проводить дома. И в лежачем положении, и с простыми веревочками, стулом, палочкой, столом. То есть приспособления те, которые в быту... Да, конечно. Я считаю, что очень много можно сделать практически без всего. Без всего. Или с небольшим пособием бытовых приборов или там... Ну, вот как раз мы по этому пути и пойдем, потому что приезжать на реабилитацию – это сложно и тяжело. Даже по Москве сложно, а из Подмосковья или из других городов вообще это проблема. Может быть, в этом даже и не будет необходимости в последующем. А здесь, я думаю, что это будет интересно. И, так сказать, ваши такие глубокие и очень важные рекомендации для нас будут очень приятны. Хорошо. Антон Федорович, огромное спасибо, успехов вам. И, так сказать, будем рады видеть у нас на теле. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.